Всем привет! Сегодня смотрим очередную кассету от Антона Инкогнито. Начало истории в описании к этому видео. И предлагаю насладиться кассетой Maxl XL2 1998 года. Как написано на упаковке, сделано в Англии. Может быть этот факт увеличивает ценность этой модели, но я не знаю. На вито такую кассету легким поиском не нашел, на мешке вообще не искал, поэтому по цене сориентировать сложно. Но допустим хромовый Maxl с мужиком на диване примерно этого же года пытаются продать за 1300-1500 рублей. Если на этот Maxl накинуть 50% за относительную редкость, получается около 2000 рублей или 15-20 долларов. Я не занимаюсь продажей кассет, поэтому в этом моменте на меня не стоит ориентироваться. Что мне известно об этом Maxl? Ничего. Скорее всего такая кассета есть у меня на полочке, уж больно знакомый вкладыш. И нареканий по ней нет. Иначе бы я ее точно запомнил. Вы ведь знаете, как я люблю Maxl и какие запечатки мне попадаются. Так что сегодня у меня попытка номер 5. Если кто совсем не в курсе, напомню. Я за последний год скрыл 4 золотых Maxl и ни одна кассета не прошла тест на запись. Кроме того и бэушные кассеты попадались с проблемами. И я считаю, что проблемы не связаны с неправильным хранением или эксплуатацией. Просто у Maxl пожизненная гарантия имеет свой срок, который не равен вашей жизни. Вот и сегодня посмотрим, что к чему. В качестве легкого прогноза у меня есть свежевскрытый Maxl 2000 года, который вроде и калибруется и записался нормально. Но сама калибровка на тоненького. Еле-еле хватило регулировки по подмогничиванию. Что касается именно этого экземпляра. Упаковка натянута ровно, без перекосов, но натяг средний. Видно волну. Вот она прекрасно отображается в отсвете. И сама упаковка как бы вверх ногами. Вот ее правильное положение по упаковке, но при этом кассета будет уже открываться снизу. Обычно все-таки упаковка все сделана, то открывается она вот так сверху. Это не заводской брак. Это такая задумка дизайнеров Maxl. А поскольку настоящие коллекционеры не хранят упаковку, этот факт не имеет значение. Эта кассета не моя. Ее нужно будет вернуть. И поскольку упаковка Антону не нужна, то я ее просто сорву. Это конечно очень тяжело, но уговор есть уговор. Так что сегодня не скрываем, а срываем. Главное понять, как зацепить этот несчастный язычок. Ленту отрывную я вижу, а вот язычка, чтобы за него потянуть, здесь нет. Так, извини Антон, я ее наверное все-таки пырну, потому что ковырять ее ногтем это не гигиенично и непрактично. Здесь слегонца по отрывной ленте, чтобы можно было подцепить. Да, так гораздо лучше. Отрывная лента подцепили и потянули в большую сторону и упаковка с кассеты сходит легко и непринужденно. Отлично. Свежескрытая, еще не открытая кассета Maxl XL 2 1998 год. Вид спереди, торец, вид сзади. Давайте откроем, посмотрим. Щелчка нет. Вообще у Maxl щелчок коробки бывает очень редко. В комплекте кассета. Очень неплохой по оформлению стикер, но он идет, ну вернее без но. Такой стикер идет на многих Maxl, по-моему с 96 по 2000 года, без каких-либо различий. Сам по себе стикер из очень неплохой бумаги. Здесь четыре наклейки, то есть запасные есть, это хорошо. Никаких привязок по сторонам. На обороте никакой информации по использованию кассеты. Стикеру однозначно зачет. Вкладыш без разворота из довольно плотной длинованной бумаги из картона. Плотность, да, наверное, около 200 грамм на квадратный метр. С лицевой стороны информации не так уж много изнутри. Да, симпатично. Общая стилистика упаковки и кассеты выдержана. Белый, золотой и черный цвет все есть. Торец вот так и на обороте, наверное, побольше интересной информации. График мол, вижу, 315 герц, а вот значения не вижу. По-моему, плюс 6 дБ написано. Единственное, непонятно под какую шкалу эти плюс 6. Ну, наверное, под 250 на выборов, потому что обычно под нее и указывают. Ну, неважно. В общем, плюс 6 здесь я, по-моему, вижу. 315 герц, мол, на 10 килогерцах. Сколько там? Два с половиной, наверное, без понятия. Депо 45 и т.д. и т.п. Сделано в Англии. UK. Все отлично. Вкладыш без разворота. Ну, это уже конец 90-х, начало 2000-х, поэтому общая тенденция по вкладышам у всех была именно такая. Коробка. Коробка все еще толстая. 98-й год, а она толстая. И это плюс. Единственное, стоперы, ну, у Макселов в те годы стоперы уже такие и были. Типа Y-образные, но перевернутые вверх ногами. Буква Y. Пластик коробки жесткий. Да, вот видите, его открывается за один угол и кассета не клинит, коробку не клинит, то пластик годный. Жесткий. Материал прозрачный. И в целом коробка мне очень нравится. Итого, коробка, вкладыш, стикер, 9 баллов. Почему не 10? Ну, мне, честно говоря, не очень нравится цвет на этом вкладыше. Поэтому 9 баллов. Кассета. Классический на тот момент дизайн, общий вид кассеты. Но у нее черный пластик. Я думаю, что вот этот черный пластик и является некой редкостью для этой модели кассеты. Потому что в те годы, по-моему, все Макселлы они серые. Темно-серые, светло-серые. А вот черный Макселл я не припомню. Но я говорил, что у меня есть одна булушка. Скорее всего, она тоже английская. Допускаю мысль, что именно в Англии делались вот эти черные корпуса. А все остальные, японские или американские или тайландские, без понятия, они были серые. Что интересного по корпусу? Центральная часть выделяется. Она гладкая, блестящая. Основная часть, треть слева, треть справа, матовая. Краски типа золота, но на золото совсем не похоже. Это просто желтая краска. Даже без закоса на золото. На стороне Б вижу две точки и стрелочку на стороне. А, соответственно, одна стрелочка. Кассета клееная. Да. На торце серийник. И этот серийник, он не написан краской. Он здесь даже не знает, то ли выбит, то ли его выжгли. То есть, он как будто точечками набит, как татушка. Ну, точечками. Вот такая необычная стилистика этого серийника. В целом, кассета внешне, ну, на 8 баллов. Неплохо, но и не шик. Пускай будет 8 баллов. Посмотрим на ленту. Здесь подушечка вижу. Вот такая небольшая подушечка. Пластина на месте. Ракорд, как вы видите, без фирменной вставки. Начало рекорда. Но полоски и буква А на месте. Что с лентой? Ракорд, ракорд, склейка, лента. Лента черная. Очень близко к черному цвету. Обычный Максовский цвет на этих кассетах. По заливке ничего плохого сказать не могу. Никаких проблем не вижу. Ни наждачки, ни шершавости, ничего. Волны не наблюдаю. Визуально без претензий. Мне все нравится. Давайте посмотрим на нее в магнитофоне. Максл XL2 и Пионер CT757. Посмотрим на 400 герц до калибровки и до перемотки. Ноль на входе, ноль на выходе. Красавчик, просто красавчик. Вот попытка номер пять и она удачная. Но по крайней мере на данный момент, то есть по уровню здесь визуально никаких проблем я не вижу. При том, что индикатор сейчас стоит в чувствительном диапазоне. Ноль ноль ничья. И давайте глянем калибровку. Но понятное дело, что с уровнем проблем не будет. А вот подмагничивание тоже без каких-либо проблем. Его надо добавить. Вот так. Подмагничивание плюс два, а уровень вообще не стал трогать. Как по мне идеальная кассета. С пятой попытки мне наконец-то повезло. Давайте послушаем 400 герц на звук. Вопросов никаких нет. И звучит тоже очень хорошо. Антон очень просил меня эту кассету, ну вернее все кассеты, которые я буду тестировать, перемотать. Своё обещание я держу. Поехали на перемотку. Сторона А, вот видите, одна точка и лента перемотана. Теперь обратно. Раз уж перемотал, давайте еще раз глянем калибровку. Что-то изменилось или не изменилось? Ничего не изменилось. А 400 герц как был ноль на входе, так он здесь и остался. Ну, чуть-чуть вот. Но он был и до калибровки, этот небольшой разбалансик. И то здесь не то, что, наверное, разбаланс, а именно нужно поточнее поставить все крутилки. Ладно, не буду ловить. В общем, никаких изменений до перемотки и после перемотки я по ленте не увидел. Я не отрицаю, что полезно, конечно, перемотать ленту от начала до конца, хоть 10 раз, хотя бы минимум один раз стоит перемотать. Но с практической точки зрения, вот именно на слух, я не слышу и не вижу никаких изменений. А мотать я не люблю. Вот кассеты Антона промотаю и на этом все. В общем, подытоживая калибровку и тест на 400 герц, никаких замечаний эта лента не имеет. Давайте послушаем песню. Может быть, здесь все изменится. А я простила, я простила его опять, 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 опять. О, как намаялась я с тобой. Второй надоел, третьего забыла, четвертый исчез во вторник. О первом почти ничего не помню, но пятый мой совсем не такой. Его в руках я таю, как снег, меня уносит теплой рекой под небес. А я простила, я простила его опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой. Моя попытка номер пять. А я простила, я простила его напрасно, видимо. Теперь страдаю от этого. Тебя я независима. Подруги просили слезно. Алёна, спасайся, пока не поздно. Держи со него подальше. Печально сказала подруга Маша, но пятый мой совсем не такой. Его в руках я таю, как снег, меня уносит теплой рекой под небес. А я простила, я простила его опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой. Моя попытка номер пять. А я простила, я простила его напрасно, видимо. Теперь страдаю от этого. Тебя я независима. Субтитры сделал DimaTorzok А я простила, я простила его опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой. Моя попытка номер пять. А я простила, я простила его напрасно, видимо. Теперь страдаю от этого. Тебя я независима. Парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап по звуку никаких замечаний к этой ленте не имею дропаутов не слышал искажений не было разбаланса тоже ничего такого не видно но если обратили внимание исходящий сигнал с ленты на один сегмент на один децибел превышал входящий уровень это небольшое замечание скорее всего так докопаться захотелось вот я докопался но это поднятие уровня никак не влияет на звук и это самое главное и без проблем корректируется тем более на трехголовочном аппарате давайте посмотрим шкалу омского из 40 возможных этот макс он набрал 33 балла основная оценка это столбец лента 9 баллов все основное написано в комментариях и в принципе это уже озвучил самое главное лента под отличную запись ура мне наконец-то попался отличный максал и как назло это не моя кассета печаль к вот такой сегодня был обзор максала xl 2 98 года надеюсь он вам понравился попадется такая кассета берите без сомнений потому что наверняка эти максу прекрасно хранились всю жизнь и как видите проблем они никаких не имеют большое спасибо антону за то что он предоставил эту и остальные 13 кассет которые мы уже частично посмотрели естественно что то еще осталось не проверенным на запись не распечатанным все скроем посмотрим протестим не забывайте подписываться на канал и вы точно ничего не пропустите а на сегодня у меня все всем большое спасибо за просмотр и самое главное не болейте